Приветствую вас дорогие друзья! В сегодняшнем видеоролике я начну обозревать, какие существуют сериалы по мотивам комикса в студии Marvel. Так что устраивайтесь поудобнее и приступим! Первым на очереди сегодня выступает сериал под названием Legion, который является спин-оффом франшизы Люди Икс. Сюжет сериала повествует о Дэвиде Хеллери, более известном как Legion, который является, пожалуй, самым могущественным из всех мутантов. С подросткового возраста Дэвид страдает шизофренией, а его сознание расщеплено на несколько личностей, каждая из которых управляет одной из его способностей. Надеясь вернуться к здравомыслию, Дэвид прибывает в психиатрической лечебнице и совершенно не догадывается о своих силах, где и встречает девушку Сидни, с которой у него завязываются теплые взаимоотношения. Однако из-за определенных обстоятельств проявляются его сверхспособности, вследствие чего погибает один из пациентов-лечебницы, а Дэвид попадает в руки таинственного подразделения 3, которое охотится на мутантов. Вскоре после этого Дэвида спасает группа мутантов, одной из которых является Исидни, и его доставляют в Саммерленд, убежище для одаренных, где и выясняется, что в раннем возрасте в сознании Дэвида поселился могущественный враг Амаль Фарук, более известный как Король Теней. Что касается показанного в сериале периода событий, то он, по моему мнению, относится к фильму Логан, так как и в фильме и в сериале мутанты стали большой редкостью, и за ними охотятся различные организации. Кстати, при просмотре Логана у меня возникла мысль, а Эден уж не тот ли самый Саммерленд, так как оба они являются убежищем для мутантов и оба находятся в Канаде. В целом, сериал получился довольно качественным. Легион, как по мне, является чем-то новым, совершенно отличным от других супергеройских сериалов. Запутанный сюжет с кучей флешбеков, психоделика и часто меняющийся стиль съемки и музыки ассоциируются с безумием в хорошем смысле этого слова. Каст и игра актеров выше всяких похвал, да и спецэффекты довольно качественные, хоть сериал и не блещет огромным бюджетом. В общем, настоятельно рекомендую к просмотру. На данный момент сериал насчитывает два сезона, а выход второго запланирован на апрель 2019 года. Следующий на очереди у нас телесериал «Агент и Щит», являющийся спин-оффом киновселенной Марвел. В центре сюжета сериала находится агент Колсон, который погиб от рук Локи в первом фильме «О мстителях». Однако, загадочным образом воскрес, после чего вернулся на службу в Щит и собрал небольшую, но прекрасно обученную команду, которой впоследствии приходится расследовать самые неординарные дела. Сериал «Агент и Щит» напрямую связан с фильмами о «Мстителе» и продолжать события, которые в них показывают. Однако не от лица супергероев, а от оперативников, которым приходится ликвидировать последствия и угрозы, оставшиеся после стычек «Мстителей», такие как попавшие в руки населения технологии Читаури и борьба с агентами Гидры. А позже в сериале появляются и самостоятельные сюжетные линии, связанные с нелюдьми, книгой «Даркхолд» и прочими интересностями. В общем и целом сериал получился довольно качественным. Правда, тут нет ничего удивительного, ведь писал сценарий и продюсировал агентов Щита сам Джосс Уидон, подаривший нам фильмы о «Мстителях» и «Светлячка». Каст в сериале довольно неплохой, а время от времени в Щите даже появляются известные персонажи, такие как Ник Фьюри. Спецэффекты и декорации вполне себе качественные. Правда, если вы ожидаете от Щита мега-новорочный блокбастер а-ля «Мстители», то не стоит. Все же телевидение обладает совсем иными ресурсами, нежели большое кино. Но, как я и говорил ранее, сериал вполне достоин просмотра. На данный момент Агенты Щит насчитывает 5 сезонов, а выход 6-го предположительно запланирован на лето 2019 года. Помимо прочего, сериал дополняет короткий веб-сериал Агенты Щит Йо-Йо и несколько забавных короткометражек. Далее у нас по списку телесериал Агент Картер, события которого развиваются после событий фильма «Первый мститель». В центре сюжета находится известная нам по первому фильму про Капитана Америку Пегги Картер, которая работает офисным работником в агентстве СНР. Однако вскоре после того, как Говарда Старка обвинили в продаже своей технологии врагам штатов, ей приходится, несмотря на пренебрежение к женскому полу со стороны других сотрудников, начать собственное расследование, чтобы очистить имя друга и попутно доказать, что она может быть довольно результативным и талантливым агентом. Агент Картер, как и предыдущий сериал, также тесно связан с кинофраншизой «Мстителях», так как главная героиня является одним из родоначальников организации Щит. А сериал повествует о самых первых шагах создания этого агентства. Кроме того, сериал примечателен тем, что в нем нас ближе знакомят с отцом Тони Старка, прообразом Джарвиса, а также время от времени радует появлением непревзойденной ревущей команды. Как по мне, так съемочной группе вполне удалось сохранить разбавленную элементами ретро-фантастики атмосферу 40-х годов из «Первого мстителя». Актеры первостепенных персонажей справились со своими ролями просто отлично. Агент Картер в исполнении Хейли Этвилл получился довольно интересным и колоритным персонажем. Также ярким и харизматичным получился дворецкий Старка Джарвис, да и сам Говард Старк не подкачал. Хоть сериал и был тепло воспринят критиками, однако из-за низких рейтингов дальше двух сезонов не продвинулся. Хотя, как по мне, последующие сезоны могли быть вполне себе многообещающими. В общем, если вы еще не смотрели Агент Картер, то сериал вполне годен к просмотру. И завершит сегодняшний выпуск телесериал «Сверхспособности». Данный сериал повествует нам о мире, где сверхспособности стали обыденным делом, и в котором летающие по небу супергерои или хвастающиеся друг другу способностями подростки ни у кого не вызывают особого удивления. В центре сюжета сериала находится Кристиан Уокер, бывший супергерой Даймонд, который по определенным причинам лишился своих суперспособностей. Однако не смог смириться с обычной жизнью и решил и дальше помогать людям. Но уже не как супергерой, а как детектив специального подразделения полиции, которое специализируется на расследовании преступлений, совершенных людьми с феноменальными способностями. И все бы ничего, но внезапно появляется старый враг, который давно считался погибшим, и который своими действиями освобождает самую страшную угрозу. Как по мне, так сериал получился на любителя. Есть у него пара-тройка плюсов, но минусов хоть отбавляй. Заранее оговорюсь, что не стоит воспринимать мои последующие слова как вердикт к сериалу, так как это лишь мое мнение, а вам, быть может, сериал придется по душе. Бюджет сверхсил довольно скромный, что не может не сказаться пагубным на такой масштабной супергеройской картине, что в итоге приводит к мысли, что сериал является дешевым аналогом хранителей. Спецэффекты довольно средненькие, хотя для меня это не главный критерий в кино. Актерский состав и их игра удались частично. К исполнителю главной роли вообще претензий нет. Да и я был удивлен увидеть в таком малобюджетном сериале Майкла Мэтсена. А вот что касается сюжета, то тут сериал весьма подкачал. В сверхспособностях, конечно, есть интересные повороты и интриги, но также присутствуют и дико раздражающие моменты. Особенно вызывает раздражение персонаж Каллиста, которой не повезло родиться со сверхспособностями, и она весь сериал ведет себя так, будто бы ей должен весь мир и все окружающие, и которая постоянно приносит неприятности из-за своего идиотизма. В общем, я считаю, что у сериала был хороший потенциал, однако создатели по каким-то причинам превратили в обычный проходняк, который закрылся после двух сезонов, подойдя, как мне показалось по последней серии, к какому-то глобальному сюжетному повороту. А на сегодня у меня все. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, а также не забудьте подписаться на мой канал и вступить в мою группу ВКонтакте. И до новых встреч!